За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 102 происшествия, из них 9 преступлений, 5 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 59 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло два дорожно-транспортных происшествия, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспортом на территорию региона в соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2017 года номер 16 ФЗ по транспортной безопасности, с 23 июня 2017 года до окончания навигации проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2017». Виновшую пятницу на территории города Наринмара, поселка Искателей, а также поселка Красное, госавтоинспектор и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель», целью которого являлась массовая проверка автотранспорта, появление водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия автополицейскими проверено 110 единиц автотранспорта, выявлено и пресечено 12 административных правонарушений. Из них два административных протокола составлено за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. 17 июля в дежурную часть полиции обратился житель округа с заявлением о краже денежных средств с его банковской карты. Со слов заявителя полицейскими установлено, что 9 июля текущего года в районе лыжероллерной трассы он вместе со своими знакомыми отдыхал на природе. Когда у компании закончился алкоголь, потерпевший для покупки спиртного передал свою банковскую карту с пин-кодом одному из своих знакомых. Заявитель рассказал стражам порядка, что был знаком с мужчиной, которому он передал свою банковскую карту всего пару часов. Злоумышленник же, получив банковскую карту с пин-кодом, не задумываясь, снял с нее денежные средства в сумме 30 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками злоумышленник задержан. Им оказался ранее судимый житель поселка Искатели 80-го года рождения. В настоящее время мужчина признался в содеянном и дал признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают жителей округа. Чтобы не лишиться своих сбережений, не сообщайте неизвестным или малоизвестным людям свои личные данные, пин-коды банковских карт и реквизиты банковских счетов. Помните, что каждый человек несет ответственность за свое имущество и денежные средства. 22 июля 2017 года в дежурную часть полиции с заявлением о краже лодки обратился житель поселка Искателей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлены личности граждан, совершивших хищение лодки, от балка расположена в районе улицы Строителей. Ими оказались трое ранее несудимых местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. Также полицейские установили, что молодые люди похитили данную лодку и сдали ее в пункт приема металла. Но приемщик не принял лодку, так как у злоумышленников не было документов на транспортные средства. Как только молодые люди поняли, что остались без денег, они бросили лодку рядом с пунктом приема металлолома. Следственным отделом УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Дежурную часть полиции от диспетчера санавиации поступило сообщение о том, что из села Несь в приемный покой Ненецкой окружной больницы в состоянии комы доставлен житель села. На место происшествия в село Несь вылетела следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 15 июля текущего года в ходе совместного распития спиртного телесные повреждения жителю округа причинил его брат, 97-го года рождения. Полицейским стало известно, что злоумышленник использовал в качестве орудия преступления деревянный брусок, которым и нанес потерпевшему не менее трех ударов в область головы. В настоящее время житель села прооперирован и в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение окружной больницы. Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом З, части 2, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание предусмотрено санкцией данной статьи, составляет лишение свободы на срок до 10 лет. 20 июля сотрудниками полиции в ходе полученной оперативной информации выявлены двое мужчин, прибывших из другого субъекта Российской Федерации, пытавшихся продать жителям региона на улице города Наринмара сувениры в виде старинных серебряных монет под видом настоящих. По внешнему виду монеты схожи с оригинальными, но при более внимательном осмотре, по весу, по гуртовой насечке, состоянии искусственного состарения, можно определить, что монеты являются всего лишь копиями, репликой. Рыночная стоимость данных монет очень мала, относительно той, которую предлагают данные граждане. Стражами порядка у данных лиц изъято более 400 монет. По данному факту сотрудниками полиции проводится предварительная проверка. Уважаемые жители округа, будьте бдительны. Стражи порядка предупреждают вас о том, что вы можете быть обмануты и введены в заблуждение о стоимости при приобретении вышеуказанных монет. 23 июля текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД проводилось рейдовое мероприятие по охране и профилактике в сфере сохранения водных биологических ресурсов в акватории реки Печора. В ходе мероприятия на реке Печора в районе деревни Осколково стражами порядка задержан житель округа 90-го года рождения, осуществляющий вылов рыбы без соответствующих на это разрешительных документов. Полицейскими изъяты лодка с лодочным мотором, сплавная сеть, две семги и две горбуши. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уважаемые жители округа, сотрудники УМВД напоминают вам, что за совершение преступления по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова